Раньше в кабинете труда стояли только парты, а девочкам рассказывали о том, как правильно нужно чистить овощи и вставлять нитку в иголку. Сейчас все изменилось. Современные технологии пришли на смену традиционным. Вместо обычных швейных машинок – автоматические. Вместо школьных парт – кухонные столешницы. Однако таким кабинетом труда похвастаться может далеко не каждая школа. Мы очень рады, что такой обновленный кабинет мы имеем благодаря тому, что были выделены средства по наказам избирателей первого заместителя-председателя Московской областной думы Ларисы Евгеньевны Лазутиной. Благодаря этому мы получили вот такой роскошный кабинет. За счет небюджетных средств мы смогли оборудовать и дооборудовать этот кабинет. И на сегодняшний день мы имеем новую мебель, новое технологическое оборудование, новое кухонное оборудование. Поэтому девочкам остается только трепетно, бережно относиться и учиться о зам, кулинарии и домоводство. В этом кабинете не забыли и о комфорте. Ученицы лицея в один голос твердят, что здесь царит домашняя атмосфера и уходить с этого урока им совсем не хочется. Девочки уже научились многому, например, выпекать пиццу или шарлотку. Но и это еще не все. Мне он очень нравится. Например, сегодня мы делали вафли, также рулеты и шоколадный фонтан. Мне он очень нравится. Он очень универсальный и очень красивый. Как думаешь, пригодятся ли в будущем знания, которые вам дают на уроках? Да, конечно, ведь мы будущие хозяйки. В новом кабинете труда есть все, начиная от фондюшницы, заканчивая новыми швейными машинками. Есть простор для фантазии. Но уроки задействованы все. Каждая ученица закрепляет полученные знания на практике. А Татьяна Данина, учитель обслуживающего труда, учит лицеисток с юного возраста создавать домашний уют. Глядя на воспитанниц Пушкинского лицея, можно смело сказать, что из них вырастут настоящие хозяюшки. Ведь здесь их научат не только шить, но и готовить эти замечательные рулеты. Дарья Сутягина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok